Все зависит от того, что вы хотите делать в этой жизни, кем вы хотите быть. Я считаю, что нету нужно-ненужно, ты должен-не должен. Я уверена, что в этой жизни каждый выбирает свой путь самостоятельно, но я точно уверена, что даже в любой творческой профессии обязательно нарабатывать навык и учиться каждый день. Я училась как раз в киноактерском в Московской школе кино. Я закончила первый курс, актерского курса, соответственно, и в этом году, к сожалению, ушла по причине суперзагруженного графика. Поэтому сложно, пока сложно, прям выкроить время, прям на полноценное образование, если о нем говорить. Я, если честно, к образованию пока не могу сказать ничего, я не в курсе. Ну, кого-то нужно, кому-то нет. То есть ты считаешь, что такое нужное профильное образование? Я не сказал, что я не считаю, я сказал, что я не знаю. А ты сам не учился? Учился. А на кого? Государство муниципального управления. И как тебе учиться? Прекрасно, как видишь, пошел не по профессии. Мне кажется, каждый сам для себя решит, откуда им учерпать знания в интернете, из книжек, из универа. Нужно ли учиться? Конечно, нужно. Где вы хотите учиться? Где вы сможете? Там и учитесь. Ты знаешь, я считаю, что наоборот, именно сейчас эпоха профильного образования, потому что если растекаться, скажем так, по массу, ничего не получится. Нужно сконцентрироваться и бить в одну цель, в одну точку. Вот хочу быть вот тем-то и все. И я считаю, что там с 8-го, с 9-го класса, если детки уже определились, и у них уже есть какие-то определенные навыки, кто-то врач прекрасный, да, там заботится о здоровье, еще что-то, кто-то прям вот хочет быть юристом, не знаю, обожает законодательство, кто-то, вот как вы сказали, блогер, кто-то поет прекрасно. То надо вот уже направлять, более того, возраст не помеха сейчас, можно работать с 14 лет, знаете, да, там короткие дни, короткие смены есть. То есть, на самом деле, если человек готовый, уже готов к взрослой жизни, можно, да, в принципе, вообще заканчивать до конца школу. Я настолько современна, я считаю, что это уже не обязательно, это уже не тренд. Профильное. Я за высшее образование, а уже дальше куда идти, ну, смотря в какой ситуации. У тебя есть вышка? Да. А у меня нету, но мы стоим здесь рядом. Вот тебе и ответ. Кому-то нужно, кому-то нет. Все просто. Ну, возможно. В общем, я за... Я тоже за, в принципе, я не против, я же не говорю. У меня не вышло просто, да? Да. Конечно, нужно. Я скажу, я очень люблю умных людей, сама пытаюсь больше идти в сторону образования, в общем, учиться. Конечно же, оно нужно, потому что если человек не получил образование или хотя бы не попытался это сделать, после школы у многих не знают, куда идти, идти хотя бы куда-то. Главное, по интересу, потому что это помогает развиваться как человеку и как личности. Как минимум, в детстве мы многие, почти все, почти, потому что некоторые нет, обретают умение учиться. И это самое важное, потому что если ты умеешь учиться, то ты горы пересечуешь. Честно скажу, я собираюсь именно учиться онлайн. Я сейчас перешла на домашнее обучение, потому что мне времени не хватает из-за работы и учебы. Скорее всего, буду развиваться именно в профильных предметах, которые мне очень нравятся. Я думаю, что нужно, но вот у меня вот проблема в том, что у меня нет образования. Я не закончила, потому что я переехала в Москву, но я обязательно буду поступать. Пока что еще точно не решила, но образование я получать буду, и я считаю, что это очень важно. Продолжение следует...